Об оппозиции. Оппозиции не оставили других действенных рычагов влияния на ситуацию, кроме массовых протестных акций. Но использование этого рычага опасно, очень опасно. Тысячи, десятки тысяч активистов прошли через преследование, штрафы и аресты. Наиболее активные партии, в первую очередь народная громада, лишились регистрации. Новая партия не регистрирует уже 20 лет. Попытки зарегистрироваться заканчиваются лишь массовым давлением на членов партии, указанных в списке, который подается в Министерство юстиции для регистрации. К каждому приходится. Тысяча человек подается, приходят к каждому. Народная громада находится на самом острее борьбы за свободу и права людей. Несколько лет назад мы инициировали создание Белорусского национального конгресса. В него вошли 7 общенациональных организаций и 18 региональных коалиций по всей стране. По три коалиции на область большую создавали. Мы стремимся вернуть людям смелость и надежду, разбудить общество. Белорусский национальный конгресс выдвинул меня кандидатом президента на выборы 2020 года. Страх и апатия не только доминируют в обществе, они проникли и в демократические организации. Подавляющее большинство оппозиционных партий, да реально все, кроме народной громады, ушло от борьбы с режимом в социальную и культурную деятельность. Приведу лишь один пример. За 5 лет моего последнего тюремного заключения в центре Минска не было ни одного митинга оппозиции. Сейчас мы исправили эту ситуацию. Нам известен лишь один рецепт борьбы со страхом. Это личный пример и тренировка. Вот мы и тренируем людей. В 2017 году мы собрали в центре Минска 5000 человек, чтобы протестовать против абсурдного налога на безработных. Лукашенко декретом ввел налог на безработных. Протесты мгновенно распространились по всей стране. Хотя власть применила силу репрессии, но была вынуждена отменить этот налог. Продолжение следует...